Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы не представляете, какое наслаждение, какое непревзойденное чувство удовлетворения дает момент, когда снимаешь для вас видео шикарных пионов, тех пионов, которые во всем мире еще никто не осветил должным вниманием. И это сорт Кейлис Энн, это тот пион, фотографии которого на вес золота, видео качественного по этому сорту нет. И мы как первопроходцы представляем вам этого красавца. На нашем сайте цветок.снк.ру номер 1103. Зарегистрировал этого красавца Станик в середине 900-х годов. И он супер популярный, он супер желанный. Давайте разберем его достоинства по порядку. Во-первых, огромный размер, огромный, просто очень крупный. Мы сегодня снимали все утро ирисы и чуть-чуть заговариваемся, но просто невозможно было не приехать и не снять Кейлис Энн. Посмотрите, пион очень крупный, на одновременно и махровый, и полумахровый, и практически пустой цветок у нас появился. Зависит все от деленки. Если деленка была крупная, мы вот всегда стараемся вначале посадить крупную деленку, чтобы получить истинный цветок. В зависимости от возраста куста, от размера деленки, цветок меняется от пустого к огромному махровому облаку. А цвет, посмотрите, какой сложный цвет у этого пиона. Он меняется от персикового к нежному, такому желтоватому, такому чуть кремоватому. Лепестки разного размера так выставляются аккуратненько из цветка. Только в раскрытии бутона цвет античный такой, античный розовый. И внешние лепестки, которые у основания, более темные. Сейчас я вам постараюсь показать. Более вот они темные, чем внутренние. Но это... Это розовый. Да, да, да. У него очень сложный цвет. Не зря это мечта многих пионоводов. Давайте понюхаем. И запах у него есть. Не сказать, что он прям благоухает. Надо... Но запах пионовый, очень нежный. Чудесный сорт. И давайте я вам покажу все виды, которые у нас распустились. Вот. Ой! Ой! Майский жук. Смотрите. Вот это у нас самый крупный цветок. Однолетний. Это деленочки были посажены в ноябре прошлого года. О том, как мы сажали этот сорт, можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Мы с Юрием Борисовичем записывали. Вот это самый крупный цветок. Он у нас в начале рядочка и показывает, как будет выглядеть на взрослом кусте уже полноценное цветение. Следом за ним, вот, дорогие друзья, эта деленочка поменьше и цветок поменьше. Но зато, какого она интересного цвета, да? Посмотрите, розово-персиковая, с кремовыми лепесточками внутри. Посмотрите, все лепесточки разного размера. А вот эти вот внешние, аккуратные, полукругленькие такие, аккуратно сложенные. Потом идет ряд более светлых. Вот тут какой-то темненький у нас лепесточек. И уже формы хаотичной. Ну, а внутренняя часть просто буйство. Они тут вертят, что хотят. И желтые тычиночки добавляют солнечного настроения этому пиону. И мы, скорее всего, сейчас будем его опылять. У нас же руки чешутся, нам же не терпится. Нам полюбовались и все, сейчас мы его вщух. И чем-нибудь опылим, нельзя терять такую удачу. А теперь я покажу вам, как выглядит пустой кейлисен. Посмотрите. Вот они, два рядочка лепестков. Так а почему это так происходит? Из-за размера деленки. У нас, мы когда делим, приходит к нам какой-то новый сорт. У нас задача его размножить. Но мы не можем ждать 2-3 года, чтобы насладиться первым цветением. И мы кладем в начале рядочка крупную деленочку. Мы ее так делим, чтобы хватило силы, хватило запаса питательных веществ, чтобы сделать цветение приближенным к взрослому кусту. А дальше мы начинаем делить уже на такие небольшие деленочки по одной, ну максимум 2 почечки. И вот у нас появляются вот такие пионы. И на следующий год, то есть на второй год цветения, они все будут большие, махровый. Куст будет уже своей натуральной высоты. Он где-то 80 сантиметров высота этого сорта. И средне-раннего срока цветения. Вот сейчас у нас цветут уже средние пионы. И этот пион цветет несколько дней. Мы любовались-любовались, снимали ирисы. А сейчас решили записать видеоролик. А вон в конце вот еще какой-то остался. Ага, вот в конце, видите, тоже у деленочки. Хватило силы завязать такой махровый бутон. Распуститься в полумахровый цветок. Ветер дует, а ему все нипочем. Кейлис Энн, станик 2017 год. Великолепный пион, мечта многих пионоводов, мечта нашего питомника. И мы, честно вам скажем, восхищение. До встречи на нашем YouTube-канале. И чтобы не пропустить эту красоту, обязательно нужно подписаться. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok